А ну, он из моего дома! Кто вы такие? Как вы сюда попали? Добро всегда побеждает зло, уверен Амир Гумиров. Поэтому образ милосердного хранителя домашнего очага домового сразу же пришелся мальчику по душе. По сценарию преодолевая собственные страхи, он спасает девочку и побеждает темные силы. Все как и в жизни. Только здесь Амир, вопреки неуверенности, учился находить контакт с ровесниками и принимать себя. У мальчика нарушено зрение. Хочу просто добиться больших успехов. Что для этого можно делать? Трудиться, трудиться, трудиться. Чтобы мечты Амир сбылись, придется приложить немало усилий. Намного больше, чем обычным детям. В раннем возрасте преодолеть страхи и стать общительнее особенному ребенку помогают домашние животные. Сегодня отвлечься, побороть волнение и настроиться на положительную волну. Детям помог пес Зефир. Она выдерживает все нагрузки, играет, любит поиграть. Домашние животные, уверены специалисты, избавляют от чувства одиночества, позволяют ребенку почувствовать себя нужным, мотивируют и побуждают его к физической активности. Вообще любой человек взаимодействует с животным. Там снимаются социальные роли маски. Человеку гораздо проще найти общий язык с животным, порой нежели с людьми, потому что здесь чистая и неприкрытая привязанность, интерес, любовь. Показали свои способности и заявили о себе миру сегодня порядка 130 юных артистов. Кто-то поплатил в реальность задуманные идеи и поставил свою сказку, а кто-то сыграл в той, которую в детстве на ночь читали еще родители. Если, например, мы говорим о школах-интернатах, то у них есть желание что-то делать, но, к сожалению, у них недостаточно площадок, где они могут показывать то, что они сделали. А мы даем им возможность похвастаться друг перед другом, педагогам даем возможность посмотреть, у кого какая работа ведется и обменяться каким-то опытом. А у ребят, опять-таки, в антрактах есть возможность пообщаться друг с другом. Поверить в себя и помочь особенным детям адаптироваться к окружающей среде – главная задача организаторов. Поэтому фестиваль «Театральная весна» планируют сделать ежегодным, а его охват увеличить и выйти за пределы республики. Марина Вахрушева, Роман Фенин, Телеканал Эфир.